Этот ролик ознаменует начало серии роликов про питание спортсменов, также про питание ребят и девушек, занимающихся фитнесом, о их режиме дня, о их приверженности и предпочтениях питания. Влад, привет! Здрасьте! Хочу тебя спросить, как ты относишься к вегетарианскому питанию? Просто вот ты питаешься как? Мясо ешь? Ем. Но те спортсмены, которые питаются без мяса, как ты считаешь, у них есть шанс или нет шанса? В общем, твои отношения просто к вегетарианские. Я считаю, у них есть шанс, это дело индивидуальное питание и у каждого человека есть свое понимание к еде. Есть люди, которые едят мясо, которые нет. Я отношусь к мясоедам, но я считаю, что у них есть шанс. То есть, в принципе, ты не считаешь, что вегетарианское питание какое-то питание, которое обделено чем-то, или ты считаешь, что это такое же полноценное питание? Считаю, что такое же полноценное питание, что есть заменители разные мяса. Спасибо, Влад. Все, пока. До свидания, хорошего. Добрых привет, Богдан. Да, Богдан. Вопрос такой, очень простой. Как ты относишься к вегетарианству? Крайне отрицательно. Тем более, если заниматься в тренажерном зале, тягать железо, то вегетарианство, это скорее всего дань моде. Сейчас модно очень быть потоки йоги, вегетарианства и туда далее. Все считают, что питание, если не будут на салате, как висеть на огурчиках и помидорчиках, то это правильно. Это неправильно, потому что это те же самые углеводы, да, это углеводы. То есть помидоры, огурцы, это углеводы, это колония. Вот, если ты хочешь, как говорится, похудеть, подсушиться, выглядеть лучше, тебе необходимо, то есть мясо, каши, мышечная масса и нужен белок. Это мясо, это молоко, это творог, это яйца, как бы, да, то есть они заменяют это все углеводами и салатами. Яйца, соответственно, для бодибилдерс необходимо, то есть мясо, я не считаю, что... Но бодибилдерс тоже есть. Да, то есть белок, мясо, белок, яйца, рыба, курица, да, белок, это кирпичики, то есть строительные кирпичики для наших мышц. А углеводы, каша, всевозможные, то есть картошка, вермишель, гриф, овсянка, это углеводы, которые берут энергию. Одними салатиками, то есть энергии не будет, салатики это на кардиозону. Я понял. Я считаю, что те, кто занимается приседания, тяги, всевозможные жимы, да, в любом случае надо кушать мясо. Я понял. Потому что если ты будешь кушать мясо, у тебя будет... Масса. Результат, да. 5 килограмм мяса, 5 килограмм жира. Есть разница? Есть. Ну, в принципе, к вегетарианцам ты относишься нормально. Это не какие-то изгои общества, это нормально. Это нормально. Я отношусь с нормой. Самое главное, что я кушаю нормальные еды. То есть мясо, каши, как бы, да, то есть иногда салаты. Потому что считаю, нужно, как говорится, закидываться салатом. Водя, спасибо. Спасибо. Как тебя зовут? Александр. Александр. Я Александр и ты Александр. Александр, как ты относишься к вегетарианству? Плохо. Ну нет, отрицательно скажи так. Просто это твоя симпатия, скажем так. Ты бы не был вегетарианцем ближайшие 10 лет. Нет. Значит, через 20 лет будем ждать тебя, вегетарианцем. Я шучу. А кто идет к вегетарианцам? Ты относишься как к спортсменам. То есть ты не считаешь, что они чем-то обделены или они чем-то, знаешь, как люди такие не совсем здоровые? Мне кажется, что они просто ограничивают возможности. То есть такое впечатление создается, да, в принципе? Ну, по сути, мясо это более такой энергетический продукт. И он будет больше выдавать те энергии, чем какой-то там салат. Ну, то есть, в принципе, я понял, твое мнение таковое, что они чуть-чуть себя, за счет того, что они выбрали вегетарианский образ жизни, они себя ограничивают в дополнительном, ну, все силовых этих энергетическим, энергетическом подпитке вот этой, которая несет мясо. Ну что, спасибо, твое мнение, цена для нас. Да, обращайтесь к нам. Привет. Здорово. Меня зовут Саша. Меня Андрей. Отлично. Андрей, вот я хотел спросить, как ты относишься к вегетарианцу, вот конкретно? Как ты считаешь, вегетарианец это человек чем-то обделенный или это такой же нормальный человек, как и люди, которые едят мясо? Такой первый вопрос. Такой же человек. Такой же человек. То есть, в принципе, он ничем, у него нет такого недостатка, а когда он принимает такое решение, я свою вегетарианскую еду, он полноценно может так же заниматься спортом и достигать тех же результатов? Ну, про спорт не знаю. Про спорт не знаешь, да? Но, в принципе. Ну, я не вегетарианец, поэтому не могу сказать, как ему. Ты мясоед. Но к вегетарианству ты относишься, в принципе, нормально. То есть, люди, которые вегетарианцы, они такие же полноценные люди, как и остальные все люди, да? Ну, с головой, с руками, с ногами. Да, это такие же обычные люди, как и мы. Но мясо надо кушать. Ну то есть, ты считаешь, что мясо надо кушать? У меня есть такие мышцы для мышц, свойства, которые нету и в растениях, просто физически их не существует, и заменителей тоже не существует, это я знаю точно. Все, Андрей, спасибо тебе за интервью, хорошего тебе отдыха после минуты. Давай, пока. Таня, что ты скажешь по поводу вегетарианцев? Какое твое отношение к вегетарианцам? Нейтральное. Нормальные люди? Нормальные. Нормальные, но ты не вегетарианец? Нет. Но люди, которые не едят мясо, ничего страшного в этом нет? Это их выбор. Это их выбор? Но ты считаешь, что они чем-то себя обделили, наверное? Нет. Нормально, в принципе, да? Да. А спортсмены-вегетарианцы, или ты не знакома с такими? Ну, нет, просто не знакомы. Не знакомы. Ясно, то есть нужно больше людей знакомить со спортсменами-вегетарианцами, чтобы они знали, что и как. То есть есть олимпийские чемпионы, лёгкий атлетик, есть среди тяжеловесов чемпионы, и это всё вегетарианцы. Также есть бодибилдеры-вегетарианцы и атлеты-воркаутеры. Ну, я думаю, что, наверное, я в этом отдельно посвящу эту тематику, так что будете знать. Ну, я просто не знала, что спортсмен может быть вегетарианцем. Да. Ясно. Ну, спасибо тебе большое, Таня. Хорошего тебе дня рабочего. Так, Аня, привет. Привет. Аня, таких два вопроса, точнее вообще один вопрос. Как ты относишься к вегетарианцам? Нормально. Как ты считаешь, спортсмены, ну, вообще, люди-зошники и спортсмены, которые занимаются спортом и не употребляют мясо, они чем-то обделены в своём рационе? То есть, например, тот же человек, он, если начал принимать не животную пищу, не животное предпочтение, он что-то теряет в своих физических упражнениях и вообще теряет что-то в жизни? Вот твоё мнение. Если я снова теряет ли он что-то в жизни, то я думаю, что нет, потому что у каждого человека свой выбор, как питаться, как одеваться и как, в принципе, поддерживать свой иммунитет, своё здоровье, своё тело. А если я, вдалкиваясь от каких-то биологических либо, не знаю, медицинских убеждений, я не очень так глубоко могу, да, копнуть. Но в целом я знаю, что есть очень много замены, опять-таки, больше считают, что всё происходит от сознания, он больше относится к своему питанию, что он считает, что это, ну, себя отбирает человеку, он считает, что это им будет полезно, это им будет полезно. То есть он, питаясь правильно, будет считать, что он себя в чём-то ограничивает и якобы какие-то функции и жилья деятельности будут отказывать, они будут отказаны. Поэтому я больше, как бы, отношусь к тому, чтобы легче ко всему относиться, более позитивно думать о всех сферах жизни. Питание – это дело каждого. Если человек комфортно, без мяса или, там, без молочки или без чего-либо – супер. Если человек, вот, выставляет дискомфорт, ему нужно пересмотреть свой рацион, свои привычки. Ну, недостатков никаких. Я не вижу ничего, ни в каком стиле питания, опять, я делаю в террористов, каждый человек особо, если кому-то комфортно без, я знаю, людей, которые вообще без мяса не могут, но они при этом особо не употребляют, например, сладкое мясо, когда у них они очень спокойны. Но мясо, они без мяса как будто они не прожили день. Но они тоже здоровые люди, у них крепкий университет, они занимаются в залах, и они вообще, как бы, и не слышали, может быть, о вегетарианстве, у них это нормально. Есть мясо, его нужно есть. А ты вегетарианец? Нет. Ты ешь мясо. А? Ешь мясо. Любишь мясо. Я ем мясо, но я не фанат какой-либо еды. Я не бросаюсь на леду мясо, о, сладкое. У меня были такие периоды в жизни, когда я от чего-то воздерживалась по определенным причинам, и затем были срывы легкие. Но, слава богу, что это не было чем-то таким глобальным для меня, это не принесло никакого вреда здоровью. Я употребляю мясо, но в основном птицу, рыбу, редко говядину, очень редко, прям раз в три месяца или четыре. Ну, то есть, не зло с ними стоять. Стабильно, у меня прям каждый день вред соня, оно есть. Ага, чувствую. Если без, то я понимаю, что можно есть яйца, но они не такие вкусные. Ясно. Спасибо тебе большое, Аня. Все, до встречи на ютубе. Хорошо. Пока. Все, ставьте лайки, пишите в комментариях. До следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok